как сладкая такая красивая и высокочастотная они же сами низкочастотные им нужны низкочастотные эмоции поэтому они как в некий аккумулятор то есть в нашу душу закладывают это питание свое которое мы можем накапливать через страдания все просто так вот для того чтобы почистить свою душу и система от нас отстала потому что если в человеке мало гавах этих отрицательных эмоций отрицательных мыслей отрицательных событий всего чего там она не будет его быстренько в гроб вгонять то есть она будет ему позволять жить вечно это один из ключей бессмертной вечной жизни я думаю что автономы они в принципе ну принадлежат туда потому что если ты не пьешь не ешь не спишь ты включаешь эфирное питание то есть эфир это строительный материал всего сущего и здесь не хватает только вот этого маленького щелчочка чтобы все случилось как нужно так вот если ты перестаешь быть лаковым кусочком для системы для наших захватчиков живи и радуйся ты никому не нужен потому что ну как бы под шумом то есть не нужно кричать на красной площади я бессмертность уставил нет живем под шумом периодически меняем паспорт потому что если тебе сто лет конечно система начнет обращать на тебя внимание периодически переезжаем там в разной части страны или может быть даже земного шара меняем паспорт и живем дальше но это к слову чтобы если вы начнете там молодеть стремительно чтобы не начали светиться самое главное как говорится системе не показать что все с вами хорошо иначе она очень будет озабочена этим фактом так вот для того чтобы подпитать нашу душу и почистить нашу душу от всех отрицательных эмоций мы можем воздействовать фокусом по нашей ладони то есть мы берем в радиус окружности нашу ладонь и находим этот фокус и воздействие на какие точки воздействовать я вам все расскажу пока мы только разбираем что для чего и куда если мы хотим укрепить дух то соответственно мы будем пальчик закладывать радиус окружности и вот то что происходит да у нас духов почему сейчас очень сложно выбрать себе цель вот молодые люди особенно да в принципе большинство населения они не видят цели для чего они живут они не понимают если не смотрят на своих детей и думают ну вот у них будет лучше а с чего вдруг если ты не знал как жить то откуда будут знать это твои дети конечно методом пробы ошибок ребенок может дойти до самореализации правильно но зачастую это пустое проживание десятков лет это пустая трата времени и получается что человек сам не находит цели потому что целеполагание это стезя духа когда дух силен и цель ставится четко ты понимаешь а значит мне нужно вот это вот это вот это вот это все человек достигает а когда он не понимает чему идти кем быть кто кто должен быть по профессии мы просто чем реализовываться какое должно быть хобби кого в супругу супруга взять какие должны быть физиологические потребности человек соглашается прогибается под системы ну и проживает свою жизнь пустую поэтому если мы будем работать с фокусом нашего пальчика который отвечает за наш дух то мы соответственно будем выруливать на укрепление нашего духа но что тут дальше говорить воссоздать фокус по вижу по дюйму и по вершку сложновато то есть воздействует на наше восьмое девятое тело напоминаю что это тело совести и тело языковое но сложновато что фокус как бы одной ладонью нужно создать слишком маленькие меры то есть у нас заканчивается на пальчики но этого даже достаточно потому что если будет все предыдущие семь тел простроены если они будут питание получать регулярно дать через хотя бы воздействие то естественно и остальные тела начнут расцветать и обретать форму так вот это то что в принципе у нас может создаваться руками так вот как же все таки через какие части тела нам получать эти потенциалы и как нам работать вот у нас с вами работа должна происходить на воздействие определенных точек вот смотрите . пупочной зоны ну то есть пупочек выемочек до пупочная это как раз воздействие должно оказываться на эту точку через фокус сажене то есть физическое тело будет при я преображаться если вы будете воздействовать через фокус построенный по сажене и на пупочную зону то есть представляете себе вы чертите окружность центральная точка то есть центр окружности это ваш пупочек и вы кладете на расстоянии ставите ручку на расстоянии вашей сажене так чтобы соответственно фокус попал на пупочек и вот этим всем вы можете править свое тело я заявила что будет разговор о целительстве так вот соответственно когда вы воздействуете своей мерой а что вообще такое мера это некая по праву рождения заложенная вибрация в нас то есть чтобы вылечиться нужно вернуться к своим мерам сложная фраза но я сейчас объясню когда человек болеет что он делает он сгибается то есть у него плечи опадают он там пытается как-то принять такое положение тела чтобы ему было удобно соответственно получается когда человек здорово он расправляет крылышки да у него все хорошо плечи широкие голова приподнята то есть для того чтобы оздоровиться нужно вернуться к своим мерам то есть расправиться так вот наши меры которые мы естественно измеряем всегда в здоровом состоянии ну понятно что абсолютно здоровых людей не бывает но так или иначе когда мы чувствуем что мы здравы что у нас все хорошо что и мы эмоционально там например радостные что-то у нас случилось прекрасно мы себе измерили и та частота которая заложена у нас в мире она будет передаваться и передаваться физическому телу через воздействие на пупочную зону и нести выздоровление что это значит то есть например вообще каждые четыре года надо себя измерять обязательно четыре года у наших предков называлась стадия когда человек ну вот вы наверное замечали что каждые четыре года человек немножко меняется то есть вот четыре года вроде стабильно стабильно а потом раз и какая-то ситуация там ну может на лице что-то появилось либо наоборот ушло или организм как-то преобразовался то есть вот говорят скачками почему-то человек меняется так потому что у нас физиология подчинена числу четыре число материализации проявлению и получается что когда вы измеряете человека пусть даже какая-то серьезная ситуация с органами например онкология либо вирусное заболевание либо хроническое заболевание в целом то даже если он заболеешь на заболевшем состоянии они сейчас вы измерить его сажен напоминаю что это длина позвоночника плюс голова то есть от макушечки до самой последней косточки на копчике это у нас сажен если вы фокусом сажене начнете воздействовать на пупочную зону человек пойдет в оздоровление это факт это проверено все целители им даже не обязательно прикасаться вот он стал в твоем поле и начала работа помните как делаются ветерные ручки накладываю это интуитивная ситуация когда человек он же не вот так накладывает он же все равно под каким-то под какой-то кривизной создавая какую-то окружность у кого-то это на уровне генетической древней памяти памяти прошлых жизней у кого-то это просто экстрасенсорика выскакивает еще понимает что он делает редко но такое бывает и вот человек становится начинает пассами работать но это один из вариантов почему работает потому что попадает в правильную точку то есть у нас живот да если живой до человек то есть наше физическое начало как раз отвечает вспоминать ему пуповины связаны всегда снова не ухом не головой не там грудью а именно почком то есть наше физическое начало начинается с пупка то есть питание всегда идет через пупок то есть питание физического тела на тонком плане всегда осуществляется через пупок и правка организма тоже осуществляется через пупок то есть мы можем соответственно саженого создать и этим фокусом облучать то есть если вы возьмете свою меру и вы можете сами себя облучать то есть править физическое тело вот например а как его править у нас есть такая функция в организме как родение что такое родение это задержка какого-то эмоционального состояния то есть вы состояние вспоминать как мы всегда были здравы например до этой болезни например если вы работаете с собой состояние абсолютного здравия но может быть это в детстве когда-то было или в юности и вот вы родите это состояние вы его задерживаете пусть это будет 1 2 3 минуты когда вы это вспоминаете на уровне ощущений что вот могли там по снегу чуть ли не босиком ходить полу раздеты там без шапки и все было классно никаких гайморитов никаких синуситы вообще ничего и вы в состоянии родения начинаете создавать фокус ладонью и облучать себя и если это делать ежедневно да в одно и то же время в одном и том же положении тела например в одном и том же месте то будет идти накопление потенциала и вы выздоровеете вот люди всегда когда болеют они прикладывают ладонь к себе но да это работает это правда потому что частота энергия из пальчиков она все равно идет к больному органу и идет оздоровление но гораздо круче будет если будет идти облучение ладонями дальше поехали если мы хотим работать с эфирным нашим телом то есть мы хотим изменить тактильные ощущения как мы воспринимаем усилить кстати ясновидение частично и будем говорить не так яснознание то есть предвидение ситуации зависит как раз от эфирного тела так вот воздействие будет оказываться на точку солнечного сплетения то есть на ямочку которая у нас находится там где мечевидный отросточек то есть вы находите грудину и опускаетесь вниз и находите эту точку но я уже вставать не буду наверно потому что и так все понимают о чем я говорю вот вы создаете фокус рукой по вашей косой сажены напоминаю что это такое это длина нашего позвоночника вот от ямочки там где у нас голова крепится к шее то есть основание черепа и до конца нашего копчика это у нас косая сажен если мы берем фокус по косой сажене то мы уже облучаем наше солнечное сплетение то есть рука повторяет окружность до кривизну окружности то есть создает фокус меры косой сажене и мы облучаем свою свое солнечное сплетение но опять же не просто стоим и облучаем а испытываем родение что мы хотим получить мы хотим например предвидение получить значит мы вспоминаем ту эмоцию когда у нас это получилось один два раза и мы настолько удивились восхитились этому факту что мы прям светились от счастья что у нас это получилось и в этом моменте мы себя облучаем и это будет как некий зацикленные эффект почему потому что вспоминаем окружность цикл то есть если вы радеете вы чувствуете это плюс себя этой же эмоции облучайте это как электрофорная машина то есть вы будете получать все больше и больше потенциала и больше и больше его брать следующее у нас следующее это эмоции я уже сказала что эмоции они не просто эмоции они еще отвечают за преображение для того чтобы омолодиться интересно будет женщина для того чтобы привести себя в порядок эмоционально для того чтобы например превратить себя в кого-то другого меня сразу спрашивают а есть такой способ энергетические чтобы похудеть но я во-первых говорю что по стройней то что нам худо вообще не нужно а во-вторых да то есть облучение себя через воздействие нашего аршина то есть мы берем длину нашего аршина закладываем в окружность находим кривизну то есть создаем фокус и облучаем нашу яремную ямку то есть если мы посмотрим то что здесь у нас и щитовидная железа и пара щитовидная рядышком то есть именно они будут создавать толчок гормональный и вилочковая железа и аорта рядом вспоминаем даже аорта на аорте еще куча желез которые медицине сейчас ни слова не по слову так вот мы берем создаем фокус по нашему аршину и облучаем нашу яремную ямку при этом вы должны испытывать ту функцию которую вы хотите